Отправлены на доработку, глава региона остался недоволен качеством подготовки законопроекта о создании в регионе дополнительных условий для расселения граждан из аварийного жилфонда. Подготовить участки для многодетных в регионе стартовал электронный аукцион на выполнение работ по вертикальной планировке земельных участков в районе улицы Авиаторов. В регионе проведут дополнительный анализ уровня заработной платы работников бюджетной сферы и сроков ее выплаты. Такое поручение глава региона Александр Цибульский дал аппарату администрации Нинецкого округа. Время выбирать профессию. В Наринмаре стартовал прием документов от абитуриентов, желающих поступить на целевые места в ВУЗы. Он продлится до 20 июня. С обзором главных событий к этому часу в студии Ирина Нижалова. Глава региона Александр Цибульский раскритиковал и отправил на доработку представленные на заседании администрации НАУ законопроекта создания в регионе дополнительных условий для расселения граждан из аварийного жилфонда. Напомню, по поручению в РИО губернатора окружной профильный департамент должен был разработать альтернативный метод улучшения жилищных условий для жителей аварийных домов. Речь идет о предоставлении гражданам, проживающим в домах, подлежащих к сносу, возможность получения денежной компенсации взамен на многолетние ожидания в очереди на переселение. Сегодня этот законопроект был представлен на заседании администрации округа, но не получил одобрения главы региона. Ни для кого не секрет, что очередь на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья исчисляется годами. Темпы строительства новостроек не позволяют переселить всех одномоментно. Хорошей альтернативой для жителей домов, непригодных для проживания, должна стать денежная компенсация, получив которую граждане могли бы приобретать жилье самостоятельно, не дожидаясь своей очереди. Площадь жилого помещения должна быть не менее площади освобождаемого жилого помещения или не менее учетной нормы. Площадь жилого помещения на каждого члена семьи установлены органами местного самоправления по месту нахождения. Предоставление денежной выплаты носит заявительный характер. Данное право может быть реализовано гражданином однократно, то есть если гражданин имеет собственности. Две аварийные квартиры, то денежная выплата предоставляется за одну квартиру. Размер выплаты определяется как произведение общей площади освобождаемого жилого помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья, установленного Минстроем России для Ненинского автономного округа. Так, на второй квартал 2018 года стоимость одного квадратного метра утверждена в размере 60 166 рублей. В то же время рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на территории региона значительно выше и составляет для первичного рынка 69 275 рублей, на вторичном 66 328 рублей за один квадратный метр. Как отметила Елизавета Соколова, если оценивать стоимость строительства, приобретения и размер денежной выплаты в отношении отдельно взятой квартиры, то внедрение нового механизма расселения по предварительной оценке может обеспечить экономию бюджета до 30%. Глава региона категорично заявил, что не имеет смысла принимать законопроект, если размера компенсационной выплаты гражданам не хватит на то, чтобы приобрести жилье. Это закон, который принимаем мы. Для того, чтобы, не имея возможности быстро построить жилье для людей, переселить их из условий, в которых жить невозможно, из аварийного жилья, это не моя, кстати говоря, проблема, что вы до меня не переселили граждан из этого жилья. А когда у вас были доходы бюджета, очень приличные в округе, это вы себе задавайте вопросы, те, кто много лет здесь работают, почему вы этого не сделали. А сегодня предлагать мне норму, по которой люди не смогут купить себе жилье, не надо. Я просил департамента, Александр Владимирович, отработать сумму одного квадратного метра жилья в городе. И вы мне докладывали, что вы это сделали. Сейчас получается, что людям не будет хватать 8 тысяч за квадратный метр. Это не норма, это означает, что мы дополнительное обременение на людей перекладываем, то, которое хотели с них снять. И это мне не устраивает, это не решает эту проблему. Как отметил руководитель окружного профильного департамента Александр Лезер, ответственный за подготовку вопроса, при определении стоимости одного квадратного метра жилья разработчики законопроекта основывались на статистических данных по состоянию на 1 января текущего года. Теперь я хочу это увидеть на бумаге. Вы мне все покажите, поэтому с этого свидания снимается закон. Проект окружного закона о создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, будет рассмотрен на очередном заседании администрации НАУ. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе объявлен электронный аукцион на выполнение работ по вертикальной планировке земельных участков в районе улицы Авиаторов. Данные участки предназначены для граждан, имеющих трех и более детей. Подрядчику предстоит выполнить работы по отсыпке и вертикальной планировке территории. Начальная максимальная цена контракта составляет почти 224 миллиона рублей. Эти средства будут выделены из окружного бюджета в рамках региональной государственной программы. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, работы будут выполняться на новом участке в микрорайоне Авиаторов. На площади 171 тысяча квадратных метров планируется подготовить 90 земельных участков. Согласно условиям контракта, работы необходимо будет выполнить не позднее 30 октября 2019 года. Администрация НАУ одобрила внесение в окружной парламент поправок в закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа. Первый блок изменений – проведение окружного жилищного законодательства в соответствии с федеральным. Приоритетными для ремонта должны стать газовые сети и лифтовые оборудования, влияющие на безопасность проживания жителей в доме. Об этом сегодня на заседании администрации НАУ рассказал начальник управления ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков. И второе – это по результатам оценки, которые проводил Минстрой в марте 2017 года, региональная система капремонта Нинско-автомного круга получила критическое низкое значение – 14%. То есть это обеспеченность финансовыми средствами собственников и государственной поддержки. Значит, было поручено Дмитрию Николаевичу Казаком принять исчерпывающие меры, обеспечивающие повышение финансовой устойчивости систем капремонта. Одним из таких мер, по мнению Минструя, является увеличение объемов господдержки либо сокращение перечня видов работ, которые будут оплачиваться за счет взносов на капремонт, то есть за счет собственников. По словам Павла Масюкова, в настоящее время в минимальный перечень работ оплачиваемых за счет взносов входит 6 видов работ. Это ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвалов и лифтов. Если подвал и лифт для деревянных домов не совсем актуален, то с учетом местных особенностей этот перечень был дополнен администрацией иными видами работ, которые также должны были финансироваться за счет взносов. Это утепление и ремонт фасада, утепление и ремонт чердачных перекрытий, цокольных, установка приборов учета и узлов управления, а также ремонт выкрепленных ям или переустройство их на септике. Данным проектом предлагается данный вид работ, дополнительный, который установила администрация, переложить, так сказать, плечей граждан на округ. То есть будут финансироваться они полностью за счет средств окружного бюджета. В свою очередь это позволит использовать средства граждан для ремонта большего количества домов, отметил Павел Масюков. С учетом внесенных изменений в закон округа об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах потребуется порядка 22 миллионов рублей из окружного бюджета. Данные поправки будут представлены на рассмотрение в региональный парламент. Достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или высшей школе, должен быть не только сохранен, но и приумножен. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос преподавателя из республики Саха, Якутия. Он пожаловался на то, что повышенная, согласно майским указам, с 1 января текущего года зарплата в апреле вновь снизилась. Отвечая на вопрос, Владимир Путин отметил, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере должны двигаться дальше в сторону повышения в связи с увеличением средней заработной платы по региону или, соответственно, по отрасли. То, что вы говорите, это связано с началом нового финансового года. Но я предупреждал об этом своих коллег в регионах Российской Федерации. Ни в коем случае нельзя опускать эту планку. А нужно, повторяю еще раз, двигаться только наверх, вперед в соответствии с ростом доходов населения и ростом доходов в тех или иных отраслях либо регионам. Значит, вот я, пользуясь вашим вопросом, хочу еще раз на это обратить внимание руководителей российских регионов. Мы обязательно это обсудим на одном из ближайших госсоветов. Глава государства попросила и администрацию, и правительство Российской Федерации, и соответствующих министров, возглавляющих те или иные отрасли, проанализировать ситуацию и доложить ему в самое ближайшее время. Говоря о поручениях, данных в ходе просмотра прямой трансляции общения Владимира Путина с жителями России, губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский сообщил, что аппарату администрации округа поручил провести дополнительный анализ уровня заработной платы работников бюджетной сферы и сроков ее выплаты. Экзамен по иностранному языку может стать обязательным. Об этом в ходе прямой линии с президентом сообщила министр просвещения Ольга Васильева. Пилоты по иностранному языку в 2020 году пройдут в 19 регионах, а с 2022 года он станет обязателем для всех российских выпускников. Как экзамен по выбору, иностранный язык на сегодняшний день сдает всего 11,5% школьников. В настоящее время ЕГЭ сдают 731 тысяча российских школьников. Им необходимо сдать два обязательных экзамена. Это русский язык и математика. По словам Ольги Васильевой, как правило, выпускники дополнительно сдают лишь один экзамен, который ученик выбирает, исходя из своей будущей специальности и вуза, куда он будет поступать. Но к 2022 году в число обязательных испытаний может войти и иностранный язык. Будет сложно, действительно трудности есть по английскому языку, потому что на сегодняшний день, исходя из стандартов старшей школы, они у нас сводятся к 2022 году, мы, соответственно, и говорим о необходимости именно иностранного языка как обязательного, или как обязательного третьего. Для этого необходимо направить усилия на подготовку педагогов. Сейчас, отметила министр просвещения, существует нехватка кадров, и качество подготовки педагогов по иностранным языкам оставляет желать лучшего. Кроме этого, со следующего года в системе среднего профобразования вводятся новые требования к знанию английского языка. Для абитуриентов округа распределена квота приема на целевые места в вузах. Департамент образования, культуры и спорта НАУ до 20 июня ведет прием документов от желающих поступить в САФУ, Институт имени Герцена или РГСУ. Заявления о тех, кто хочет попробовать поступить в ГИТИС, будут приниматься до 15 июня. САФУ предоставил шесть очных мест для обучения преподавателей географии, биологии, иностранного и русского языков, математики, информатики, а также адаптивной физической культуры. Кроме того, по заочной форме обучения будут подготовлены два специалиста по дошкольному образованию. САФУ в этом году единственный вуз, поступить в который можно будет, не выезжая из округа. Наринмар в период с 20 по 27 июня прибудет выездная приемная комиссия. Еще двух педагогов обучат в Российском педагогическом университете имени Герцена. По одному целевому месту предоставлена она специальности информатика и информационные технологии в образовании и образовании в области родного языка и литературы. Российский государственный социальный университет обучит двух жителей региона по специальностям туризм и физическая культура. Кроме того, выпускники могут попытаться поступить в актерскую мастерскую ГИТИСа. Институт с одним из самых высоких конкурсов – в прошлом году на одно место претендовало до 900 абитуриентов – выделил одно целевое место на все регионы. В результате целевики со всей страны будут проходить отбор отдельно от основного потока, что значительно повышает шанс на поступление. Ранее по запросу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАУ было предоставлено 8 целевых мест на подготовку медицинских работников по специальностям педиатрия, стоматология и лечебное дело. Информацию по поступлению и подаче документов можно уточнить в Департаменте образования, культуры и спорта по телефону 2-12-25. В Наринмаре после многолетнего перерыва возобновляется профессиональная подготовка оленеводов. Прием документов на обучение этой специальности будет вестись с 19 июня по 15 августа в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. За счет средств регионального бюджета получить востребованную в округе профессию смогут 25 человек. Срок обучения составит 2 года 10 месяцев. Студенты получат две квалификации – оленевод и оленевод-водитель мототранспортных средств. Их будут обучать, разводить оленей, производить и хранить продукцию оленеводства, изготавливать и эксплуатировать орудия и снаряжение оленеводства, эксплуатировать и обслуживать технику. По окончании НАЭТ выпускники должны обладать навыками по проведению кочевки, перегона, отела стада, оказанию первой помощи животным, проведению забоя оленей. Кроме специальности оленевод-механизатор, техникум набирают группы для обучения еще по трем специальностям. Две из них входят в ТОП-50 Минтруда России. Это управление качеством продукции, процессов и услуг, и экономика, и бухгалтерский учет. Окружные стражи порядка отметили 300-летие российской полиции. С профессиональным праздником их поздравили представители органов власти. Начальник ОМВД России по Ненецкому округу Олег Яковлев вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Российская полиция образована указом Петра I в 1718 году. На территории современного Ненецкого округа в Низовьях Печоры и в Большеземельской тундре в декабре 1918 года, в феврале 1919 года было образовано управление Печорской уездной милиции. На сегодняшний день в окружном управлении несут службы более 300 сотрудников в 34 подразделениях. В настоящее время мы являемся наследниками славы предыдущих поколений сотрудников, честно и профессионально исполняющих свои обязанности. Наша профессиональная деятельность и система подготовки кадров основаны на богатом практическом опыте, глубоких знаниях и преемственности лучших традиций. На торжественном вечере Олег Яковлев вручил сотрудникам управления ведомственные награды. Медалью за доблесть в службе награждены майор юстиции Наталья Попова и старший сержант полиции Игорь Вараксин. Медалью за боевое содружество прапорщик полиции Андрей Казанцев. Медалью Путилина майор полиции Александр Бокарев. Почетная грамота МВД вручена капитану полиции Виктории Никулиной. Благодарственные письма министра внутренних дел капитану полиции Евгению Брагинцу, лейтенанту полиции Виталию Волошину. Еще ряду сотрудников вручены юбилейные медали, 300 лет российской полиции и почетные грамоты. Ваша деятельность это не только прямая правоохранительная служба, это на самом деле намного больше. Вы обеспечиваете всем и остальному населению страны возможность жить, творить и не думать о том, что они каждый день должны заботиться о своей безопасности. Тот порядок, благодаря вам, который существует и в котором мы живем, он и является основой здорового, благополучного, перспективного общества. С праздником сотрудников полиции поздравили и творческие коллективы Дворца культуры Арктика, завершив торжественное мероприятие исполнением песни и гимн российской полиции. 12 июня жители округа отметят День России. Праздничные мероприятия состоятся на площади Маратей. Обширную развлекательную программу ко Дню России готовят дворец культуры Арктика. С 10 часов начнут свою работу детские интерактивные игровые площадки. В это же время откроется уличная торговля. В 11 часов стартует акция этнокультурного центра «На день народная» на День России. Для участия всем желающим необходимо прийти на праздник в традиционных костюмах народов России. В полдень на площади Маратей начнется торжественная часть мероприятия. Государственные награды жителям региона будут вручать временно исполняющие обязанности губернатора Ненинского округа Александр Цибульский и спикер окружного собрания Анатолий Мяндин. Затем Ненинский округ впервые присоединится ко всероссийскому флешмобу «Русь танцевальная». Ровно в час дня все города-участники акции выйдут на связь. Задача – исполнить один и тот же танцевальный номер по всей стране. На праздники жителей региона также ждет концерт «Славь Всероссии» с участием коллективов города и округа. В 2 часа дня будет запущена всероссийская акция «Споем вместе гимн России». Это послужит закрытием праздника. Однако интерактивные площадки, как и торговые точки, продолжат свою работу. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова